Всем привет! В прошлом видео мы делали патрулирование и теперь нам необходимо сделать так, чтобы патрулирование было повторным. То есть у нас персонаж в предыдущем ролике останавливался на последней точке, ну а сейчас сделаем так, что он будет ходить вокруг по всем нашим точкам. Давайте создадим blackboard новое значение, это у нас булевая переменная, назовем ее path loop, сохраним. Дальше создадим новую задачу, которая, так это можно пока прикрыть, создадим новую задачу, чтобы у нас точка увеличилась и соответственно начинала повтор делать. Так, давайте сразу ее обзовем, task loop, так task, наверное, path loop, чтобы мы в дальнейшем не перепутали с чем-нибудь другим. Давайте-ка вернем здесь значение. Так, кастный персонаж нам не нужен будет. Что еще необходимо? Так, индекс, индекс скорее всего нужно будет. Давайте создадим его сначала, потом будем копировать. Так, наименование. копируем, переменную вставляем. Делаем тип снова blackboard key, selector, видимость делаем и давайте также дубликат. выставим переменную path loop. Так, далее. path loop. Компилируем. Теперь копируем execute. Так, индекс, индекс, индекс нам нужен, но мы скопируем вот эту часть и вот эту. Ну, так, средняя. окей, начнем сначала. Наша задача началась. Теперь нам необходимо определять точки, да? Проверяем. get blackboard в ау из бу. Делаем branch. Сверяем нашу точку. Если все нормально, то передаем значение индекса. так, индекс, индекс, да. Натру, передаем. и давайте копируем execute, потому что здесь у нас будет не совсем четкое значение, да, то есть у нас и false может перейти, а если она у нас false перейдет, то не будет финишной задачи. так, окей, капернули, все, все вроде нормально. давайте установим нашу задачу. Дерево. task path loop. Выставим наши переменные. path index. Это у нас вот он. И path loop. Это path loop. для того, чтобы нам это все включить, чтобы персонаж все это мог определить, зайдем в наш контроллер. контроллер. Здесь мы прописывали, что он принимает дерево, да, которое определенное дерево. А теперь нам нужно сделать такую вещь, чтобы он мог и многое другое принимать. так, зайдем отсюда через getControlled. так, getControlled. контроллер. pound. делаем cast на нашего персонажа. и дальше из него давайте запишем новые перемены. промоута variable. промоута variable. так, my where. что-нибудь подобное. из него наш вытягиваем наше значение именно точек. 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 а как мы это называли. патрол. path. то есть то, что у нас имеется какая-то территория для перемещений. и из него мы вытащим как раз таки наш loop. так. get. давайте сначала тогда, я забыл, персонажа прописать. так. открываем нашего персонажа. и добавим сюда ее значение. так. из looping. делаем видимо. зачем я сюда именно вытащил. давайте. удалим эту переменную из персонажа. же нам надо затолкнуть это же patrol path я совсем не туда создал из looping делаем видим теперь все должно вытащиться так get из get из looping вот он да я думаю что такое почему не хочет так и отсюда из нашего контроллера мы делаем точнее вытаскиваем в нашем контроллере из blackboard переменные которые будем записывать get blackboard мы вызываем да и из него вытаскиваем set в ауиз был то есть мы записываем переменную переменную мы будем вот сюда записывать галочка здесь у нас прописывается записывать мы будем мы коллекировали знаем да то есть мы подаем именно вот сюда нашу переменную по флук который мы создали здесь точнее в нашу переменную не то что нашу переменную в нашу переменную мы и записываем так кей теперь по сути вроде бы все давайте посмотрим у нашей этой точки точнее нашей точек должна быть галочка из looping да давайте проверим без нее запустим персонажи пошли нулевая 1 2 и остановится на 3 должны отлично все работает сейчас поставим галочку и они должны по кругу пойти нулевая первая вторая третья и опять 0 нулевую должны но не хотят давайте пробежимся по нашим задачам так у нас в действии по сути сейчас идут такие задачи как инкремента и по флук то есть инкрементом прибавляет и по флук давайте пройдем так по флук то есть если она принимается то есть галочка как говорится стоит а идет на труда ok если нет а все смотрите-ка так зайдем мы еще раз сюда ну здесь все стандартно кроме одной штуки как я и говорю в прошлом видео надо вот сюда будет запитать то есть если у нас значение видите да тут если у нас значение меньше равно вот этим значение то идет на true и соответственно вы выполняете задание но в данном случае у нас идет наоборот и соответственно на false у нас ничего не стояло давайте проверим нулевая первое 2 3 пошли заново все до единственным ноде которые не стояла галочки точнее не стояла нода все и постоянно у нас персонажи будут ходить вокруг и до около очень интересно да в дальнейшем мы что нибудь еще придумаем возможно эти персонажи будут ходить по определенным контрольным точкам и если увидят нашего игрока они будут реагировать на него так что до скорой встречи друзья пока давай и